Добрый день! Или чего там у вас сейчас? У меня вот день жаркий и солнечный, поэтому долго засиживаться сегодня не будем, погода шепчет и зовет. Сегодня мы вновь возвращаемся к автомобилям, но не для того, чтобы ездить на них, а чтобы поковыряться в мазуке. Тем, кто равнодушен деталькам, железячкам, узлам, агрегатам, винтикам автомобиля, навряд ли данный проект придется по душе. Ну а те, кто любит полазить и поизучать авто, наверняка его оценят. Потому как данный симулятор является не столько игрой, сколько учебником, да причем по которому можно выучить устройство автомобиля гораздо быстрее, нежели годами выслушивать размусоливание предподавателей в каком-нибудь ПТУ. Лично мое внимание данный проект привлек тем, что довольно тесно связано с моей основной гражданской работой. Да и в принципе механизмы самоходных транспортных средств меня всегда привлекали. Ну что ж, приступаем. Представляю вам симулятор автомеханика 2015. Ну что ж, давайте начнем карьеру легендарного автослесаря. Ну и сразу же видим, что на СТОшке у нашего новичка круче, чем в боксах любой ДТМовской команды. Целых два подъемника, куча столов, верстаков, инструмента. Еще и плазма дюймов на 50 не меньше. Значит к работе можно приступать. Любая работа начинается с телефонного звонка от заказчика. Подойдя к телефону, нам предоставится список неисправностей, которые нам предстоит устранить. И когда мы принимаемся за работу, можно уже подробнее узнать, на что жалуется пациент. Большинство неисправностей устраняются из-под низу автомобиля. Для этого и построены подъемники, если кто не знал. Установив автомобиль на подъемник, его можно задрать повыше. Ну, чтоб пешком под ним ходить и удобно было крутить. Теперь можно приступить к детальному осмотру. Но Петрович это глаз наметанный. Петрович в ярких цветах видит, какая деталь паразитирует на теле автомобиля. Выявив неисправность определенным порядком разборки, начинаем до нее добираться. Причем не все детали снимаются от руки, а некоторые из них придется даже открутить. И вот когда дефективная запчасть снята, скорее бежим к компьютеру, чтобы заказать новую деталь. С выбором запчастей важно не ошибиться, так как у некоторых запчастей есть по несколько разновидностей. Поэтому внимательнее надо смотреть, что именно снимаете. И когда нужная запчасть куплена, бежим обратно к автомобилю, чтобы новую запчасть привинтить на место. Собирать нужно все в том же порядке, в котором и разбирали. Но ошибиться тут навряд ли получится, Петрович не даст. Таким же макаром устраняем и остальные неисправности. Сразу скажу, что некоторыми расходными запчастями стоит затариться заранее. Типа колодок, резиновых втулок, свечек. Стоят они недорого и лишний раз за ними в магазин бегать не придется. Когда все детали будут заменены, все работы выполнены, автомобиль спустим с подъемником, хлопнем к капотам. И обязательно разобьем бутылку о задний фонарь на счастье. И обязательно содрав деньги с клиента, пожелаем ему счастливого пути. Когда счастливый клиент скроется где-нибудь за углом, можно подумать, как распорядиться с его бэушными запчастями. Во-первых, их можно просто продать. Ну а некоторые из них можно попробовать починить на верстаке. Можно, конечно, их нечаянно и доломать, а можно и отремонтировать маленько. А потом поставить другому клиенту. И сказать ему, конечно, что поставили новое. Да, именно вот так на СТОшках и зарабатывают. При выполнении любых работ увеличивается и опыт нашего персонажа. При наборе каждой тысячи опыта предоставляется возможность улучшить свой инструмент. Инструмент, ускоряющий работу, улучшающий качество ремонта отдельных запчастей и различные диагностические приспособления. Также, набрав определенное количество опыта, можно улучшить и свою мастерскую. Станут доступны покрасочный, цех диагностический и парковка для автомобилей. В общем, чем больше работаешь, тем больше умеешь. Впоследствии можно будет весь автомобиль чуть ли не до винтика раскрутить. Но мы-то с Петровичем еще новички, правда, в движок уже лазили. А вообще, Петрович говорит, СТОшку пора закрывать и дуть куда-нибудь на берег пивка бахнуть. И я с ним согласен. В общем, как только мы с ним СТОшку еще подраскрутим, вернемся вновь, и я вам покажу новые возможности, которые позже станут доступны. А сейчас я пошел греть пузо на солнце, чего и вам советую. Только вот ремень ГРМ одной строптивой дамочки заменим. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok